Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю людям с различными зависимостями. Сегодня мы с вами разберем такую многогранную, сложную и весьма распространенную проблему, как зависимость от алкоголя. Всем известна формула этанола, C2H5OH, она является основным действующим веществом любого алкоголя. Неважно, он относится к классу легких алкоголей, как пиво или вино, или к классу крепких, куда в зависимости от культуры относятся водка, ром, виски, скотч. Там в зависимости от страны, у каждой страны есть свой так называемый этнический крепкий алкоголь. Нужно понимать, что алкоголь действует по-разному, в зависимости от дозы. В маленькой дозе это психостимулятор, вызывающий приятное возбуждение и растормаживание нервной системы. По мере нарастания дозы он начинает действовать как седативное вещество, вызывая уже серьезное торможение, затруднение мыслительных процессов, нарушение координации. Если человек не останавливается, то он просто через стадию последовательных нарушений сознания может довести себя до комы, до тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода. Тут все определяется только степенью жадности человека. Эффект продолжительности пребывания алкоголя в организме зависит от ряда факторов. Сюда относятся скорость употребления алкоголя, крепость алкогольного напитка, длительность употребления, потому что есть понятие толерантности на второй стадии алкоголизма, тогда печень работает на максимальных оборотах и максимально быстро перерабатывает алкоголь. Ну и конечно же возраст. И то закусывал человек или нет, потому что это влияет на скорость всасывания. Можно сказать, что, допустим, если взять бутылочку пива некрепкого алкоголя в количестве пол-литра, то средняя скорость переработки будет 3-4 часа. Основной способ определения содержания алкоголя в организме – это просто специальные детекторы по выдыхаемому воздуху. Они самые простые, называются алкотестеры. Есть и у сотрудников ГАИ. Я знаю, что многие люди, которые выпивают, имеют такой алкотестер, и перед тем, как садиться за руль, сами себя тестируют. Ну, конечно же, можно определять по содержанию в крови, в моче. Все приблизительно одинаково будет по срокам, в зависимости от того, сколько человек выпил, от нескольких часов до нескольких суток. Поэтому лучше с запасом. Если вы выпивали и знаете, что там в среднем это будет 4-5 часов держаться, то за руль садиться этот срок удваивать через 8-10 часов, чтобы гарантированно не было положительного результата, во-первых. И во-вторых, есть такой феномен у алкоголя, что вот это торможение, нарушенная скорость реакции, она сохраняется гораздо дольше, чем сроки определения лабораторным способом в крови. Потому что в среднем даже у опытных водителей скорость реакции снижается где-то на 30%. Это может быть фатально и иметь смертельные последствия и для самого водителя, и для окружающих. Поэтому в этом вопросе рисковать нельзя. У алкоголя дозозависимый эффект. В маленьких количествах, в среднем это до 100 мм на литр крови, эффект проявляется как эйфоризирующий, психомоторное возбуждение, растормаживание. Человек становится многорячив, говорлив, игрив, его тянет потанцевать. Вместе с тем отмечаются легкие признаки нарушения координации. По мере возрастания дозы, уже до 250 мм на литр крови, это считается средней стадией опьянения, начинает развиваться торможение, замедленная речь, замедленная реакция. Человек уже пальцы-носовую пробу выполняет с промахиванием, с задержкой. Может меняться характер уже в сторону отвеселья, в сторону раздражительности, негативизма, агрессии. Любая шутка может вызвать приступ агрессии, даже довести до драки или до поножовщины. Ну и тяжелая степень опьянения свыше 250 мм на литр, это уже серьезное торможение. Человеку затруднена походка, он может даже стакан до рта не донести, что называется, упасть лицом в салат. И постепенно сознание будет выключаться, вплоть до комы. У кого-то на этих стадиях возникнет рвота, потому что организм воспринимает это как тяжелую интоксикацию. У хронических алкоголиков уже рвотный рефлекс подавлен, они могут упиться до смерти. Ну, в общем, действия можно разделить на две фазы. Первая фаза – это возбуждение, стимулирование, когда усиливается дыхание, сердцебиение, сосуды расширяются, лицо краснеет. И вторая стадия – это торможение, когда постепенно происходит угнетение функций нервной системы, вплоть до комы. Последствия употребления алкоголя можно разделить на несколько групп. Во-первых, это физические последствия для здоровья и для самого организма. Нет ни одного органа, который не подвергается токсическому действию. Во-первых, это печень – основное место, где алкоголь перерабатывается. В зависимости от стадии, от нагрузки, может быть жировой гепатоз печени, алкогольный гепатит. Исходом является цирроз – крайне неприятное состояние, заканчивающееся печёночной недостаточностью и смертью. Ну, если, конечно, человеку не пересадят новую печень, но алкоголикам очень неохотно пересаживают печень, в силу того, что по статистике больше половины этих людей, даже с пересаженной печенью, продолжат пить, и просто операция пойдёт на смарку. Хронические и острые панкреатиты, воспаление поджелудочной железы. Больше всего алкоголиков они заканчиваются панкреонекрозом, тоже две трети смертельных исходов. Алкогольная кардиомиопатия, алкогольные инфаркты, инсульты, алкогольные аритмии, очень тяжёлое осложнение, алкогольная полинаэропатия, повреждение периферических нервов с выраженным нарушением походки, нарушением координации, нарушением трофическими изменениями в нижних конечностях. Обязательно происходит психическая деградация. Если на ранних стадиях это больше такой астенический синдром, нежелание работать, упадок сил, формирование мышления вокруг употребления, то есть стремление употреблять и не стремление работать, брать на себя какую-то ответственность, то в дальнейшем просто происходит алкогольная деградация мозга, нарушается в первую очередь память, знаменитый корсаковский синдром, когда фиксационная амнезия сопровождается различными конфигуляциями, выдуманными событиями, полной путаницей. Человек путает события, которые были давно и сейчас, может элементарно выйти из дома и забыть, откуда он вышел. Ну и как следствие резко снижается интеллект, резко снижаются волевые качества и заканчивается полной деградацией личности. Ну и, конечно, социальные потери. У человека резко снижается социальный статус, он теряет работу, теряет семью, теряет способность зарабатывать деньги и содержать семью. То есть сыпется, можно сказать, со всех сторон. Нет такой стороны человеческой деятельности. Все. Имидж становится все равно на свой внешний вид. Отношения с людьми. Люди теряют друзей. Вот вы можете взять любую область человеческой жизни. Алкоголь затронет все. Да, друзья останутся, но у них будет только один интерес. Совместное употребление. Это будут такие друзья, есть деньги, есть возможность выпить. Они друзья. Нет денег. Вот человек сидит один, пытается как-то решить вопрос. Поэтому ситуация очень печальная, она тупиковая. Мы либо вылечим человека, спасем, либо он деградирует по всем направлениям. Ну, у кого слабое здоровье, погибнет. У кого крепкое здоровье, у него вариант только стать бомжом или каким-то вот родственником, которого все стесняются, брезгуют и куда-то подальше засунут в деревню, где он будет доживать свою жизнь. Вариантов никаких. Алкоголизм – это хроническое психическое заболевание, проявляющееся неконтролируемым влечением к алкоголю и деградацией физической, психической и социальной сферы человеческой жизни. По МКБ-10 оно отнесено к разряду психических заболеваний, кодируется как F-10, а там уже в зависимости от осложнений после F-10 следует состояние алкогольной интоксикации, состояние хронического алкоголизма, делирия, параноида. Можно сказать, что МКБ – это классификатор, который создается для статистики. Он зачастую не отражает всего многообразия и комбинаций состояний, связанных с алкоголизмом, но, тем не менее, это очень давно уже внесено в этот реестр, считается психическим заболеванием, более того, прогрессирующим психическим заболеванием. Большой иллюзией является мысль, что человек сможет на какой-то стадии остановиться и прожить всю жизнь. Нет, идет усиление патологического влечения к алкоголю, присоединение таких факторов, как абстинентный синдром, требующий опохмеления, и человек просто начинает впадать в длительные тяжелые запои. Ну и финалом является алкогольная деградация мозга и полный распад личности. Если расценивать алкоголизм как процесс, то он имеет три стадии. Первая стадия – это самая легкая, начало регулярного употребления алкоголя. Для нее характерно патологическое влечение к алкоголю, но это такой стержневой симптом, который проходит через все стадии, и вместе с тем более выражен психический компонент. Человек может себя контролировать, но предпочитает общество для употребления, различные праздники, компании, стремится в эти компании, сам пытается эти праздники создавать. В дальнейшем следует переход на вторую стадию. Здесь уже присоединяется физическая зависимость от алкоголя. Она проявляется абстинентным синдромом. То есть на следующий день очень тяжело, состояние похмелья, состояние тяжелой интоксикации, разные могут быть синдромы. У кого-то вегетативные в виде тахикардии, потливости, у кого-то все тело болит, у кого-то больше психоэмоционально-дисфорический, человек раздражителен, в тревоге, мечется, не может найти себе места. Но выход из этой ситуации видится один. Дальнейшее употребление алкоголя. На этой второй стадии у нас уже утрачивается количественный контроль. Человек не может себе четко поставить задачу, я выпью три рюмки или бутылку, он выпьет все, что он достанет. И вторичное влечение к алкоголю, которое проявляется тем, что начав пить, человек будет пить до победного, побежит за второй, за третий, впадет в тяжелый запой. И соответственно, ему потребуется уже госпитализация в стационар, так как зачастую в домашних условиях его просто физически не могут остановить родственники. Ну и третья стадия – это алкогольная болезнь мозга с полным распадом личности. Если на второй стадии толерантность растет, и человек может гордиться, я там могу выпить бутылку, две, три, он часто вступает в соревнования с собутыльниками, начинает там пить наперегонки, то на третьей стадии печень уже разрушается, толерантность резко падает, как правило, вот чекушки классической, 100 грамм человеку хватает для того, чтобы впасть уже в тяжелое, коматозное состояние, проваляться весь день перед магазином, уже происходит распад личности, человек на этих стадиях теряет работу, теряет семью, либо его статус в семье резко падает, и все начинают просто от него отстраняться. Ну и финалом является вот такая достаточно тяжелая инвалидность и гибель от осложнений, связанных с алкоголизмом. Один из самых распространенных вопросов, почему люди пьют? До конца на него не могут ответить ни врачи, ни философы, никто. Возможно, изначально стартовые причины у всех разные. Кто-то для социальных функций, чтобы вписаться в какой-то коллектив, чтобы нравиться девушкам, чтобы коммуникативные функции решить, для веселья, для праздника. Можно предположить, что у многих очень важен родительский пример, когда вот малышей сажают за стол, взрослые чокаются алкоголем, дети чокаются газировкой, у них формируется вот этот тяжелый стереотип, что праздник, он обязательно связан с алкоголем, с употреблением. Собственно, если вы посмотрите, то же самое кино, любое, что наше, что американское, неважно, там свадьба, праздник, какая-то романтическая встреча в ресторане, с вином, обязательно это все ассоциируется с алкоголем. И у человека формируется определенный стереотип. И если вначале это функции социальные, функции праздника, то в дальнейшем психологами описан такой феномен, как сдвиг мотива на цель. Если раньше алкоголь был больше как мотив, там, для веселья, для чего-то, то со временем он становится самоцелью, опьянение становится основной задачей. Человек приходит к выводу, да блин, компания это долго, праздники долго ждать. Я вот пойду в магазин и куплю, мне, собственно, никто не нужен. Потом выясняется, что работа слишком сложная, начальник там идиот, капризный, ему не нравится, когда человек приходит с похмелья, когда человек немножко неадекватный после выпивки. Ну, какой делается вывод? Зачем такая работа? Найду что-нибудь попроще. Никто не будет требовать от грузчика, чтобы он приходил гладко выбритый на работу и вовремя. Ну, значит, найду работу попроще. Потом дальше уже мотивации более высокого порядка, такие как семья. Вот жена не понимает, капризная, вредная. Можно найти соупотребительницу, которая будет вместе со мной пить. Вообще уйти из семьи или выгнать эту жену. Ну, и следом уже идет потеря и жилища, и человеческого облика. И мотив становится основным. Я думаю, таких людей, которые называются бомжами, вы прекрасно видите, знаете, как заканчивается жизнь у этих людей. Это вот результат систематического употребления алкоголя третьей стадии с ярко выраженной алкогольной болезнью мозга, когда уже кроме потребности выпить, она начинает доминировать надо всем. Над потребностью в безопасности, потребностью в пище. Уж я молчу про самореализацию и самоуважение. Понятно, что у бомжей она практически на нулевом уровне. Поэтому ситуация очень тяжелая. Она начинается из-под воль. У многих формируется с детства. И говорить, какая причина, главное, тяжело. Мы должны понимать, что если мы с этим столкнулись, нельзя ждать годами, надеяться, что человек возьмется за ум, не возьмется. Он, наоборот, будет терять этот ум, он будет деградировать. Началось, значит, обратились к профильному специалисту, к психиатру, наркологу, начали работать по определенной программе. Причем это состояние, где все должны меняться. И он, и родственники. Только тогда будет результат. Если говорить о том, кто больше подвержен, мужчины или женщины, статистически мужчины. И вследствие алкоголя они и живут на 10 лет меньше в нашей стране. Но женский алкоголизм, он социально более порицаем. Женщины часто скрывают свою зависимость, часто пьют в одиночку, не обращаются за помощью до последнего. Поэтому он по последствиям, по течению, гораздо более тяжелый. Потому что общество, если к мужчинам относится более-менее снисходительно, то пьющая женщина это нонсенс. Ее тут же начинают все вокруг презирать, считать падшей. И она до последнего будет скрывать и не будет обращаться за помощью. Поэтому очень важно преодолеть этот стереотип. И нам не принципиально кто пьет. Подросток, взрослый человек, мужчина, женщина. Мы помогаем всем. Есть определенная технология выздоровления, ее надо отработать. Тогда будет результат. Без каких-либо дурацких стереотипов, кто сколько пил, какой у него пол, какой он вид спиртного предпочитает, это вообще никакого значения не имеет в плане выздоровления. Один из частых вопросов, что такое белая горячка? На медицинском языке она называется алкогольный делирий. Это психоз, то есть состояние психики, характеризующееся полной невменяемостью человека, когда он не ориентирован ни в пространстве, ни во времени, ни в собственной личности. Оно никогда не наступает в состоянии алкогольной интоксикации. Алкогольный делирий это всегда осложнение именно абстинентного периода, когда человек отказывается от алкоголя. Поэтому зачастую старинный проверенный способ, когда начинаются какие-то изменения психики, человеку дают вовремя опохмелиться. Буквально небольшое количество водки, 50 грамм может не допустить алкогольный делирий. Поэтому, если говорить о механизме, то понятно, что алкоголь в состоянии запоя в тех дозах, в которых он применяется, выполняет роль торможения. Он действует на гаммкоргическую систему, все время используется тормозной нейромедиатор в больших количествах, и в конце концов его запасы заканчиваются. Когда человек перестает производить вот эту стимуляцию этанолом, на второй-третий день идет резкий сдвиг стимуляции в мозгах, возникает возбуждение, галлюцинации, человек теряется в собственной личности. Собственно, делирий так и выглядит, как помутнение сознания, беспокойство, предвестниками является бессонница, человек начинает заговариваться, у него возникают какие-то зрительные галлюцинации, он слышит голоса, и на этой стадии уже требуется госпитализация в стационар. Идеально вообще, чтобы это состояние абстиненции переживалось в условиях стационара, потому что квалифицированные врачи, как правило, эти все вещи видят, понимают, и заранее предпринимают профилактические меры, чтобы это не наступило, потому что это очень большая нагрузка на мозг, пациенты в состоянии делирии опасны для себя и для окружающих, делирии дают достаточно высокую смертность, особенно развернутые, особенно с гипертермическим синдромом, особенно у пожилых пациентов или наоборот у молодых нетренированных пациентов. Аномнистически мы понимаем, что если у человека 2-3 делирия, так же, как и эпилептических припадков было в абстинентном периоде, то вероятность их возрастает в разы, скорее всего, он через делирий будет выздоравливать. Поэтому все эти случаи требуют госпитализации в стационар, врачебного наблюдения и основными лекарственными факторами являются препараты, как раз снижающие возбуждение. Они все относятся к группе психофармакологических средств, назначаются только психиатром и наркологом, они требуют постоянного наблюдения за пациентом, поэтому делирий для нас не новость, мы прекрасно его лечим в условиях стационара, но лучше, конечно, пациентов делирий не приводить, если планируется отказ от алкоголя, надо ложиться в клинику, делать все необходимые мероприятия, тогда делирия не будет, а если он и случится, он будет протекать в мягкой форме с минимальными последствиями для организма. Одним из частых вопросов является вопрос, почему алкоголик не хочет лечиться. Самым простым ответом, на мой взгляд, является то, что вот анозогнозия, отрицание проблемы, это основной стежневой симптом, который проходит через все стадии болезни. На начальных этапах человек говорит, а что такого, я как все, в финале, когда уже мозг развалился, наступила алкогольная деградация личности, там нет критики, человек может быть неряшливый, без работы, лежать под забором, и все равно считать, что у него самая замечательная жизнь, он в любой момент может бросить. Никогда самостоятельно не бросит. Особенно с учетом того, что у родственников формируется состояние, которое называется созависимость, они начинают принимать эти правила игры, считать, что вот человек такой беспомощный, несчастный, у них включаются родительские механизмы защиты, они начинают его там всячески отмазывать, успокаивать, покупать ему больничные, решать за него проблемы на работе, договариваться с другими родственниками, чтобы они сдерживались, уговаривать там жен не уходить, или наоборот мужей там терпеть, этих жен ради семьи. То есть идут по патологическому типу, затягивают состояние. Понятно, что человек в условиях максимального комфорта никогда не бросит. Основным механизмом является как раз жесткая любовь, когда семья собирается и говорит, знаешь что, ты, конечно, наш родственник, мы тебя очень любим, но мы не дадим тебе деградировать и погибнуть. Есть определенные условия, если ты тратишь деньги на алкоголь, если ты не выполняешь никаких функций, то так же и мы не будем тебе давать денег, не будем тебя кормить, не будем тебя прикрывать, пока ты не поедешь на лечение и не начнешь процесс выздоровления. Да, в выздоровлении, во всем хорошем мы тебя полностью поддержим, во всем негативном, в каких-то запоях, в отмазывании тебя из полиции, никто тебя поддерживать не будет, ты полностью понесешь ответственность за все свои действия, потому что ты взрослая, самостоятельная, зрелая личность и будь добр отвечать за свои поступки. Зачастую это тяжело, да, сбегает из дома, но те люди, которые не пускают его обратно, которые поддержат его под дверью сутки, двое, он под дверью посидит, покричит, подолбится в эту дверь, но потом он дает согласие на лечение, он выздоравливает, а добрые родственники, которые пускают и позволяют всему вернуться на круги своя, но они в итоге имеют красивую могилу на кладбище, и история, как их родственнику вот не повезло, никто не мог ему помочь, какая у него несчастная судьба, люди просто не сделали так, как надо, пустили ситуацию на самотек, поэтому есть проблемы, есть симптомы, неважно, это первые звоночки, или у человека уже сформировалась зависимость, приехали на консультацию к доктору-наркологу, будут предложены разные варианты, с учетом того, работает человек, не работает, готов он на определенные усилия, или там на какую-то медикаментозную поддержку, на психотерапию, вариантов будет много, и мы готовы будем каждый вариант с вами отработать и довести до результата, просто приедьте в клинику, и мы сделаем все необходимое. Топ-3 способа лечения алкоголизма. Алкоголизм это тяжелое хроническое заболевание, поэтому никоим образом оно не лечится на дому у колдунов, магов, ведуней, ну, я исключаю, конечно, какие-то совсем начальные стадии и очень пугливых людей, которых можно этим испугать. Когда речь идет о формировании патологического влечения к алкоголю, первым шагом всегда должно быть госпитализация в стационар. У нас будет полный психологический профиль человека, мы его обследуем, поймем, какие изменения произошли во внутренних органах, из каких компонентов состоит его патологическое влечение к алкоголю, будет произведена полная очистка организма от алкоголя и продуктов его распада, будет купировано это патологическое влечение, возможно, у кого-то депрессия, у кого-то тревога, будут подобраны соответствующие препараты, снижающие эти негативные психические проявления, плюс будут устранены явления эмоциональных качель, когда человек выходит, ему опять у него нарастает тяга, он становится раздражительный, злой и в конце концов срывается, выпивает. К моменту окончания стационарного лечения уже у нас на руках четкая программа, если человек не может пройти реабилитацию, у него нет времени, ему предлагается процедура, которая называется кодирование, подбираются определенные медикаменты, способы их введения в организм, ну и, конечно, параллельно с кодированием обязательно должна быть психотерапия, человек должен прорабатывать именно дефект характера, то, как он пришел к срыву, у него должен произойти некий личностный рост, он должен изменить свои установки, тогда есть вероятность, что трезвость будет стабильной. Ну и оптимальным является все-таки прохождение реабилитационного курса, это такой интенсив, полное погружение в себя, проработка всех дефектов, индивидуальная, групповая психотерапия, дневник, самоанализа, отработка новых моделей поведения, изменения патологических моделей, которые приводят к срыву, поэтому вариантов очень много, возможно и кодирование, и психотерапия, и реабилитация, не считайте, что это топ-3 или топ-10, мы весьма гибкие, мы обязательно подберем именно ту методику, которая сработает в вашем случае. Повторюсь, нет какого-то женского алкоголизма, мужского, это все стереотипы и предрассудки, все лечится достаточно одинаково, особенно если удается подобрать ключ к мотивации пациента, это состояние оккупируется на раз-два, но оно требует усилий, оно требует того, чтобы вы к нам обратились, и вы должны нам дать поработать, и обязательно обратную связь на всех этапах, тогда мы можем корректировать лечение и добиваться максимального эффекта в максимально короткие сроки. Очень часто соблазн вылечить алкоголизм самостоятельно, если мы говорим о наличии диагноза человек-алкоголик, у него есть синдром патологического влечения к алкоголю, у него есть абстинентный синдром, у него есть признаки деградации мозга, вылечить это какими-то шаманскими процедурами, заговорами, бабушками, настойками мухоморов, еще чем-то очень проблематично, потому что возможно, если человек пугливый, он какое-то время на страхе подержится, что называется, на зубах, на силе воли, но по мере накопления этого патологического влечения, оно совершенно выйдет из-под контроля и будет срыв, а за счет того, что человек определенное время воздерживался, у него максимально выражена тяга, то скорее всего он уйдет в тяжелый запой, в состоянии тяжелой интоксикации, ему потребуется госпитализация, поэтому ни в коем случае не пытайтесь применять народные методы, рекомендации других людей, всегда есть индивидуальные особенности, есть психический статус человека, его психологические особенности, его состояние здоровья на данный момент, врач-психиатр-нарколог учитывает все эти факторы и подбирает индивидуальную программу, бабушка, которая работает по стандартной схеме народной медицины, ну, вы же не будете лечить аппендицит народной медицины или еще чего-то, ну, это нонсенс, народная медицина хороша была вот в те времена, в 12-е века, в 15-е, когда не было альтернативы, пользоваться сейчас народной медициной, ну, вы же не читаете при лучине и не затягиваете окна бычьими пузырями, ну, соответствуйте уровню цивилизации и возможностям, которые предоставляет цивилизация, будьте современными людьми, постарайтесь без предрассудков, без надежд, да, конечно, бабушки могут покупать тем, что это какая-то одноразовая процедура, она что-то пошепчет, повяжет, народе есть такие истории, да, вот, помогло, но это все равно расчет на чудо, отказ от собственных усилий, отказ от помощи профессионалов, ну, результат, скорее всего, будет такой, человек не поменяется, ну, да, на страхе, на очарование этой бабушки, он какое-то время поддержится, потом будет срыв, я считаю, это абсолютно бессмысленной процедурой, возникает вопрос, а существуют ли таблетки от алкоголизма и насколько эффективны, ну, в каждой таблетке есть очень большой процент плацебоэффекта, то есть, ожиданий определенных, которых пациент связывает с этой таблеткой, препараты для лечения алкоголизма можно разделить на несколько групп, самые старые это препараты на основе десульферама, вещества, блокирующих ацетальдегид и гидрогеназу, то есть, процесс переработки алкоголя замедляется на стадии образования ацетальдегида очень токсичного вещества, поэтому даже от малых доз возникает тяжелое отравление организма, сопровождающие рвотой, судорогами, ну, и человек, испытывая все эти негативные ощущения под этими препаратами, если он, конечно, не мазохист, просто перестает употреблять, потому что эйфорического эффекта, удовольствия ноль, а вот это тяжелейшее похмелье, оно возникает даже с минимальных доз. Вторая группа это блокаторы опиоидных рецепторов, самый распространенный препарат вивитрол, считается, что они влияют и на влечение, снижают тягу у разных людей по-разному, ну, и, конечно, на эйфорический эффект алкоголя, потому что он связан в том числе с активацией опиоидных рецепторов, да, вы какое-то удовольствие, расслабление получите, потому что алкоголь действует много на какие рецепторы, не только на опиоидные, но опять-таки психологический эффект и блокады опиоидных рецепторов дадут свою роль, считается, что это такой дозозависимый эффект, алкоголик, если упрется и начнет пить бутылками, свою долю удовольствия получит, ну, и наряду с этим получит тяжелое отравление, соответственно. Ну, и третий препарат, который я знаю, это совсем новый препарат, это препарат называется силингра, он блокирует уже большой ряд рецепторов, не только опиоидные, но и дофаминовые, и серотониновые, то есть он снижает и влечение к алкоголю, и, соответственно, снижает момент похмелья, и снижает момент эйфории, то есть действует сразу на несколько видов рецепторов, единственное, что у него очень тяжелый момент привыкания, может быть состояние, напоминающее состояние опьянения, но без алкоголя, потому что на те же рецепторы действуют, причем внешне человек будет казаться пьяным, хотя он искренне не пил, может сопровождаться тошнотой, головными болями, уже напоминает состояние похмелья, поэтому вот если исключить этот тяжелый период привыкания и достаточно высокую цену, препарат новый, неплохой, варианты есть разные, поэтому мы можем подбирать и медикаменты, но повторюсь, желание всю ответственность переложить на таблетку без изменений собственной личности, без личностного роста, без работы с мотивацией, это все-таки состояние тупиковое, рано или поздно тяга нарастет, человек просто перестанет принимать медикаменты и уйдет в запой, и нам придется выводить его из более тяжелого состояния. Один из наиболее распространенных вопросов топ-3 способа кодирования при алкоголизме. Самый распространенный способ это введение препарата десульфирам, он очень старый, более 50 лет используется в наркологии, был обнаружен случайно при вулканизации резины, выяснилось, что сотрудники не переносят алкоголь, у них возникает тяжелейшее похмелье, стали исследовать, получили этот препарат десульфирам, есть его разные формы, таблетированные, формы для имплантации, пролонгированные, различные гели для уколов. Для кодировки необходимо соблюсти два условия, это трезвость в течение трех дней, организм должен быть чистый от алкоголя, и добровольно информированное согласие самого пациента, вы должны четко понимать, что никто его не будет связывать, держать ему руки, пугать его, добиваться его согласия, если согласия нет, можно вызвать мотиваторов, либо попытаться получить самим, но приезжать и ждать, что доктор совершит чудеса мотивации, убедит пациента, который ничего не хочет, не стоит. Итак, вернемся к десульфираму, препарат блокирует ацетальдегид, дегидрогеназу, поэтому при употреблении алкоголя происходит накопление ацетальдегида, очень токсичного вещества, и человек испытывает тяжелейшее похмелье, его рвет, трясет, вплоть до судорог, и естественно вырабатывается отрицательный рефлекс, и в дальнейшем уже даже небольшие дозы, даже уже бездействие этого десульфирама рефлекторно вызывают тяжелую реакцию отторжения, поэтому препарат можно использовать всем, противопоказаний нету, единственное, что если уже тяжелые нарушения функции печени, есть препарат ледевин, где десульфирам комбинируется с витамином В6, улучшающим метаболизм печени, либо параллельно назначаются дополнительные препараты, улучшающие функцию печени. На втором месте стоит кодирование по Довженко, тоже методика достаточно старая, еще из 80-х годов прошлого века, разработана украинским наркологом-психиатром Довженко, он даже там государственные премии получил за эту методику, дворец ему подарили в Крыму, где он проводил свои процедуры в бывшем сталинском, так сказать, пансионате. Чем хороша методика? Она позволяет не применять медикаменты, то есть отбирается группа внушаемых людей, повторюсь, тут основной компонент, что пациент был внушаемый, ему удалось внушить волю доктора, создается определенный антураж, проводится психологическая обработка и в трансовом состоянии уже там рот обрабатывается хлорэтилом, надавливается на определенные болевые точки, делается определенная установка от доктора, ну и в ряде случаев достаточно удается добиться длительной ремиссии с воздержанием от приема алкоголя. Ну и на третьем месте такой препарат как вивитрол, блокатор опиоидных рецепторов, это совсем можно сказать нововведение в наркологии, использование для лечения алкоголизма вещества, которые используются для лечения опиоидной наркомании, поэтому делается укол внутримышечный, единственный нюанс он короткого действия, действует приблизительно месяц, поэтому каждый месяц надо повторять и в полную силу препарат начинает действовать где-то в конце второго, начале третьего месяца, он не дает токсических реакций при употреблении алкоголя, но снижает влечение к алкоголю, уменьшает эйфорический компонент удовольствия, если человек выпьет, дает такую мягкую заместительную терапию. В общем, это три самых распространенных способа кодирования. В случае десульфирама или Довженко вопрос о сроках решается индивидуально с пациентом, считается оптимальным срок в районе года, более длительные сроки считаются психологически необоснованно и пациенту просто очень тяжело настроиться на более длительное воздержание от алкоголя. Алкоголизм это хроническое прогрессирующее заболевание, которое без лечения приводит к полному распаду личности и к тяжелой инвалидизации и смерти. Обязательно участие наркологов, потому что воли пациента хватает только на очень начальных этапах. Если мы говорим уже о диагнозе алкоголизм, если сформировалось патологическое влечение к алкоголю, абстинентный синдром, признаки алкогольной деградации мозга, то только профессионалы смогут осуществить этапное лечение с гарантированным результатом. На первом этапе происходит процедура детоксикации организма. Человека помещают в стационар, его обследуют, составляют его психологический профиль, обследуют изменения внутренних органов и систем, подбирают индивидуальное лечение, которое купирует и патологическое влечение к алкоголю, и симптомы абстиненции, и нарушения внутренних органов. После того, как человек полностью обследован и компенсирован именно от состояния интоксикации, наступает второй, один из самых важных этапов, он отправляется в реабилитацию. Там уже опытные психологи, психотерапевты, консультанты по химической зависимости прорабатывают дефекты характера, проводят сеансы групповой, индивидуальной психотерапии, отрабатывают новые навыки поведения, изменяют патологические модели поведения, которые ведут к срыву и к дальнейшему прогрессированию заболевания. То есть, меняют человека на уровне его убеждений, внутренних установок, я-концепции. Именно в реабилитации происходит определенный личностный рост, который меняет человека и закладывает фундамент для долгосрочной трезвости. Ну и после реабилитации человек уже ходит на группы самой взаимопомощи, ходит на психотерапию, наблюдается у психиатра-нарколога, но он уже делает это добровольно, для него цена трезвость, под него вырабатывается индивидуальный план, который приводит его к долгосрочной трезвости, который не является ни в коем случае догмой, он максимально гибкий, но задача именно профилактика и срыва, и замена на новые жизненные ценности, на установки, и продолжение личностного роста, и усиление мотивации на трезвость, все эти вещи выполняются, усиливаются, человек получает многократное подкрепление, и мы его доводим до стойкого, положительного результата. Если вы столкнулись с проблемой, просто обратитесь к нам, и мы подберем оптимальную схему выздоровления. Если у вас остались вопросы по теме алкоголизм, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы ответим на все эти вопросы, более того, мы помогли тысячам, поможем и вам. Данное видео снято для сайта medtimeclinic.ru